Везде, где только люди вобьют ваш запрос, вы покажете, что у вас будет самая высокая цена. Никогда, ни в коем случае, максимальный хват мы не включаем. 16 тысяч потратила, 29 принесла, и итоги ДРР у нее 53%. Делаешь, например, 3 новые карточки, абсолютно идентичные. В них все одинаково, кроме главного фото, и все три запускаешь в рекламу, и смотришь, где какая конверсия в клик. Если у тебя будет три абсолютно разные карточки, и ты их запустишь, и да, там будут разные креативы, но там и все остальное будет разное, так ты поймешь, по какой причине у этой карточки выше клик, а у другой ниже. Понятно? Угу. Всегда. АБТест делается на один параметр. Все остальное стараемся не трогать. Если, конечно, какой-то форс-мажор или надо срочно что-то переделать, ну тут извините, как бы жизнь не идеальна. Но если есть такая возможность, конечно же, один параметр за раз. Иначе ты не поймешь. Ни в коем случае. Так. И еще хочу еще посмотреть вот такую вот компанию. Показы. Давай еще показы посмотрим. А можешь приостановленные или вот неактивные? Я просто сегодня сменила показы, все карточки. Я поняла. Можешь не повторять. Я все поняла. Хорошо. Хорошо. Делаем вот так. Ох. За последний месяц. И сделаем вот так вот. Вот. Что я сделала? За последний месяц мы пытаемся понять, все ли было окей у вас. Значит, дата. Статус убрала. Здесь и активные, и неактивные. И сделала фильтр по расходу. То есть, вот эта компания, она у нас уже неактивно выключена, но она была вполне себе активной. 16 тысяч потратила. 16 тысяч потратила, 29 принесла. Итоги ДРР у нее 53 процента. Ну, примерно, как бы так, без мат это сказать, да? Ну, как бы дофига, да? Вот. И начинаем с тобой ковыряться. И смотрим, что с ней не так. Смотрим CTR. Выше процента. Спасибо хотя бы выше процента, но можно бы и больше. Потому что где-то вон 2,5, 2,5. Видишь? 4 процента. То есть, ты даже саму себя сравнивая, даже никого другого не знаешь, только саму себя сравниваешь, уже понимаешь, что есть куда расти. Далее. Смотри. Когда у вас деньги закончились, все, вы больше не показываетесь. Вы сами себя ограничили в показах. То есть, если реклама работает, и если у вас реклама приносит нужное количество заказов по нужному количеству рекламных расходов, то эта реклама никогда не должна останавливаться. Никогда. Вообще. Должна работать круглосуточно, круглогодично. Если вас все устраивает, реклама должна работать всегда. Так. Значит, максимальный охват мы никогда не включаем. Вот я их все и убрала. Потому что… Что мы никогда не делаем… Запоминаем правило номер 1. Что мы никогда не делаем в рекламе в Озоне? Мы не включаем максимальный охват, если мы абсолютно не уверены в своем товаре. Если вы продаете айфоны пятнадцатые… Пятнадцатые уже вышли? Короче, пятнадцатые айфоны по лучшей цене на рынке, максимальный охват – это то, что вам нужно. Если у вас не такой товар, ни в коем случае максимальный охват мы не включаем. Никогда. Иначе это будет тотальный слив бюджета. Конкурентная ставка пятьсот рублей – вы будете платить пятьсот рублей. Конкурентная ставка тысяча – вы будете платить тысячу. А прикол в том, что Озон решает, кому вас показывать. И если я как покупатель открыла двадцать пять вкладок товаров, я во всех двадцати пяти вкладках товара увижу рекомендацию того товара, который настроен по максимальному охвату и в котором платят тысячу рублей. Потому что Озон зарабатывает на нем деньги. Я всего лишь один человек, но мне Озон этот товар покажет все двадцать пять раз. И вот тот владелец этого товара двадцать пять раз заплатит огромные деньги. Никогда, ни в коем случае, максимальный охват мы не включаем. Это просто деньги впустую слили. Очень, блин, жаль. Потому что те же самые деньги можно было распределить в те же самые трафареты, в показы, но за фиксированную ставку. Там пятьдесят рублей поставите и за пятьдесят рублей получили бы показов столько же, но уникальных показов было бы там в два раза больше, чем в максимальном охвате. Понятно? Показы вы действительно получаете. Но одному и тому же человеку сто раз покажетесь. Озон на вас заработает. Озон вас покажет вообще во всех деревнях и селах. Везде, где только люди вобьют ваш запрос, вы покажете, потому что у вас будет самая высокая цена. А максимальный охват – это самая высокая цена всегда. Поэтому никогда не настраиваем. Это прям вообще просто запрещено. Запрещено максимальный охват. Нельзя. Нельзя. Только если вы очень идеальная карточка, тогда да. Если нет – нельзя. Нельзя. Так. Девяносто два, сто сорок четыре. Ну что ж. Можно, конечно, провалиться, опять посмотреть. Но здесь сто пудово то же самое, да? Тоже будет максимальный охват. Там у всех был максимальный охват. Вот я их все отключила и по фикс цене сейчас все запустили. Да. Максимальный охват – это всегда слив бюджета стопроцентный. Стопроцентный слив бюджета. Вас спасало только ограничение бюджета. Короче, вы за 550 рублей могли показаться одному человеку только. Вот. Ну ладно, не одному. Это я, конечно, сильно преувеличила. Но, короче, в десять раз меньше уникальных посетителей вы охватили из-за максимального охвата, чем могли бы охватить. Потратили деньги. В итоге у вас 550 рублей там за два часа заканчивались, и у вас целый день не было рекламы. Поздравляю. Так не надо. Вы знаете или нет, у меня есть телеграм-канал. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я рассказываю про бизнес на Озоне. Про ВВИ информации достаточно много, я считаю, на рынке. Про Озон нету. Нету.